Это есть и в гелиобиологии, это есть и в гелиометеорологии, это есть и в многочисленных, до сих пор не всегда ясных, аспектах воздействия солнечной активности на технические, техногенные катастрофы и всё такое. Логика примерно такая. Да, конечно, энергетики здесь не хватает, но какая вам нужна энергетика для того, чтобы нажать, скажем, курок пистолета? Или человек получил письмо, в котором ему сообщают о смерти близкого человека, он упал в обморок. Тут энергетика почти нулевая. Информационное сообщение или резонансы. Вот здесь действительно мы с этим сталкиваемся, эти вещи широко обсуждаются, и по-видимому это должно работать, по крайней мере, в некоторых аспектах солнечно-земных связей. Вероятно, это существенно в воздействии солнечной активности на погодные климатические условия. Здесь тоже тонкий вопрос. Часто люди несведущие прибегают и говорят, вот дождь пошёл, это как? У вас на солнце там всё в порядке? То есть стремление связать каждое отдельное событие на Земле с отдельными событиями на солнце. На самом деле ничего подобного быть не может, и связь, конечно, сложная, статистическая и очень с низким коэффициентом достоверности, но не нулевым коэффициентом достоверности. Проблемы здесь вот какие. Дело в том, что на протяжении многих лет возникали аргументы у противников этой связи солнечной активности и метеорологии. Они были основаны на том, что... Ну, в самом деле, берём статистические исследования. В периоды высокой солнечной активности, вот смотрите, вот здесь оледенение, потопы. Но в то же самое время в другом месте наблюдается засуха, очень тёплые годы. Казалось бы, это противоречит одно другому. И вот обнаружилась следующая вещь, что солнечная активность работает как дестабилизирующий фактор. На самом деле, солнечная активность влияет на любое событие и явление, как бы сталкивая его в ту потенциальную яму, в которую явление уже готово упасть. Это работает и в биологии, в воздействии солнечной активности в биологии. То есть человек, склонный к сердечно-сосудистым заболеваниям, он, как в воздействии солнечной активности, приведёт именно к инфарктам и к сердечно-сосудистым заболеваниям. Человек, склонный к заболеваниям органов пищеварения, у него будут обострения этой болезни. То же самое и в метеорологии. В метеорологии это было открыто нашим соотечественникам, член-корреспондентам Академии наук Эвальдом Рудольфовичем Мустулем в конце 50-х, начале 60-х годов. Он назвал это эффект акцентации. То есть он показал вот то, о чём я сейчас говорю, что районы, регионы, которые имеют предрасположенность к засухам в периоды высокой солнечной активности, у них усиливается вероятность засуха. В районах, которые есть сложная метеорологическая обстановка, связанная с возможными потопами, наводнениями, там усиливается вероятность вот этих вещей. Пока не очень ясно, в чём состоит механизм этого действия. Здесь есть две важные вещи, о которых следует сказать. Одна из них обнаружена у нас в институте с моим участием и с участием нашего директора Виктора Николаевича Раевского, который тоже у вас тут выступал. Она состоит в том, что мы обнаружили, что есть некие зоны, в которых воздействие солнечной активности на циклоническую деятельность в атмосфере Земли является особенной интенсивной. Одна из них располагается в Сибири, в районе Туруханска, и там коэффициенты корреляции, коэффициенты связи особенно высоки. Другая расположена несколько южнее Сахалина, третья в районе Греландии и Исландии. Есть, вероятно, и другие зоны, но мы изучали только эти. Что происходит? В этих местах, как бы, мы их назвали гелиопогодные управляющие зоны. Вот в эти зоны сваливаются, это, кстати, области, в которых есть много других аномалий. В эти места при приходе вот космических частиц, вот то, что мы видели, приход плазмы, они сваливаются по силовым линиям и в эти места. В этих местах ещё и развитые магнитные аномалии, большие высыпания частиц. И они воздействуют на циклоническую деятельность, которая дальше распространяется уже в дальнейшем повсюду по Земле. Второй механизм, о котором сейчас очень много говорят, он мне представляется очень перспективным, и мы тоже им интенсивно занимаемся, он выглядит несколько парадоксально. В чём здесь проблема? Я уже говорил о том, что с энергетической точки зрения солнечная активность и все явления, которые приходят к Земле, очень малы. Как говорят метеорологи, когда мы с ними пытаемся разговаривать на этом языке, часто они говорят, а вы попробовали сравнить энергию ваших там частиц с энергией хотя бы одного крупного циклона? И действительно энергетически тут ничего не проходит. Более того, стало ясно, что поток излучения от Солнца, полный интегральный поток, он практически не меняется. На самом деле он меняется, и даже более того, он меняется тоже с 11-летней цикличности. Но эти изменения составляют десятые доли процента. Даже меньше, не более десятой доли процента. Этого заведомо не хватит, чтобы влиять на температуру на Земле. С другой стороны, мы видим, это показано, что вариация температуры Земли за последние 100 лет идёт примерно в том же, повторяет вариацию крупномасштабного магнитного поля на Солнце. Ну, с точностью до того, что, скажем, последние 20-30 лет, по-видимому, сильно вмешался ещё человеческий фактор, парниковый эффект, и кривая пошла ещё круче. А до этого всё довольно хорошо сходилось. Так вот, по-видимому, здесь возникает такой своеобразный эффект. Приходящие к нам частицы от Солнца, вот так, как мы видели, они сдавливают магнитосферу, точнее, сдавливают всю гелиосферу во всей Солнечной планетной системе. Меняет магнитное поле и препятствует приходу к Земле галактических космических лучей. Казалось бы, как говорится, в огороде Бузина, в Киеве, дядька. То есть, галактические... Если энергии Солнца не хватает, то... Да, но галактических космических лучей приходит меньше. А оказывается, галактические космические лучи меняют прозрачность земной атмосферы. Понимаете? За счёт... За счёт... То есть, когда они приходят к Земле, они меняют облачность, вот, цирусную облачность. Их становится или больше, или меньше. И в зависимости от того... Увеличивается, начинается нагрев. Да, то есть, возникает такой своеобразный механизм, как бы, вода в самом резервуаре вроде бы и не меняется. Но мы поворачиваем кран туда-сюда и усиливаем, или уменьшаем приток энергии. Зонтик открывается, зонтик закрывается. Да, то есть, сам поток излучения от Солнца почти не меняется. Но я, меняя облачность, меняя прозрачность земной атмосферы, вкупе с парниковым эффектом, меняю тепловой баланс Земли. И оказалось, что это действительно проходит довольно хорошо. Вот, опять же, вот здесь вот картинка схематически изображающая, изображающая приход этих космических лучей. Идеи эти были выдвинуты первоначально за границей, но у нас сейчас интенсивнейшим образом это развивается. Мне это представляется очень перспективным. Хотя трудностей здесь остается еще очень много, и коэффициенты корреляции, так сказать, они на уровне пока еще, ну, чуть-чуть превышают уровень достоверности. Потому что здесь, на самом деле, очень много факторов, которые искажают статистику. И опять же, эксперимент не поставишь. Эксперимент не поставишь. Правда, можно сделать немножко по-другому. Мы видим по кольцам деревьев, мы видим, что они, мы видим там, мы можем просто определить 11-летний цикл. На кольца деревьев может влиять только климат. То есть мы, раскапывая кольца деревьев, раскапывая отложения, мы видим проявление 11-летнего цикла. Более того, мы можем восстановить, вот в этом достоинстве удалось восстановить солнечную цикличность назад, на две сотни лет вперед, используя вот эти кольца деревьев. То есть связь, несомненно, есть. Просто мы начали беседу с того, что вы спросили, чего мы не знаем. Так вот, мы много чего не знаем, и на самом деле, мы на самом деле не знаем самого главного. Откуда она берется, солнечная активность, и как она все-таки, через что она воздействует на Землю.